Друзья, дорогие, вновь приветствую вас на нашем семейном канале, кто называется Семья Савченко, с вами Алексей и Лидочка Савченко. Здравствуйте! Сегодня у нас очередной обзор нашего канала и просто, в общем, ответы на вопросы, которые вы нам задаете. Итак, коротко, у нас сегодня вопросов немного, да? Поэтому мы быстренько пробежимся. Давайте вначале глянем на наш канал, что там происходит. Итак, просмотров на этой неделе 12197. Ты не помнишь, как много было у нас, самый большой просмотр, не помнишь? Около 20 тысяч, наверное, да? Тем, кому понравилось, или кто поставил лайк, у нас 261. Спасибо всем за поддержку. А дизлайк, то есть кому не понравилось, или от самого нас 5. Комментария 85. И поделились 21 раз. Спасибо всем вам за поддержку. Итак, давайте, как обычно, мы глянем у нас по странам, что происходит. Как ты думаешь, что происходит по странам? Я думаю, Россия, Украина, Америка, Белоруссия. Правильно? Не, ну правильно, но так у тебя боковое зрение, наверное. Да, все правильно, Белоруссия на четвертом, Казахстан на пятом. Я могу продолжать. Вот, Германия на шестом, на седьмом у нас Молдова, на восьмом Канада. Не знаю, кто в Канаде у нас. Дядя Славик только там, наверное, за всех смотрит. Нет? Там еще есть? Еще есть друзья? Всем канадцам привет. Вот. Потом у нас девятый Болгария. Интересно у нас Болгарии. У тебя есть друзья в Болгарии? Есть. Раз смотрят, значит есть. Просто они не говорят об этом. Ну и десятый у нас уже, как говорится, не впервой. Неизвестный регион. О-о-о. Так ты узнала, где неизвестный регион? А там не показывают? Ну, там показывают неизвестный регион. А, ну не показывают какую-нибудь точку там. Точку? Ну, точку может показывают, но неизвестный регион что-то не показывает. Надо это узнать. Друзья, если кто-то знает из подписчиков, кто такой неизвестный регион, я думаю, это, наверное, те люди, которые подписаны, но не указали, с какой страны они. А, может быть. Или с острова Буяна. Наверное. Хорошо, ладно. У нас мужчин 39%, женщин 61%. Откуда женщин у нас так больше, прям такая волна движется в направлении. Вот, хорошо. Спасибо всем женщинам, которые смотрят на нас. Не, ну абсолютно спасибо женщинам. Да, и мужчинам тоже. Мужчинам, да. Вот, просто, наверное, английский язык сейчас у нас в плане переработки. Мужчины пока французский, наверное, или китайский. Хорошо, ладно. Кстати, у нас английский язык, может быть, даже завтра выйдет в обновленный первый урок. Или уже тогда с воскресенья на понедельник посмотрим. Итак, у нас на этой неделе подписалось 25 человек. Всех приветствуем, много подписавшихся откуда вы, с разных стран. Мы всегда очень рады новым друзьям. Кстати, интересно, что с некоторыми людьми, да, вот мы, как-то так получилось, что не только, даже когда подписчиками называть, как-то это суховато. Это наши подписчики. Мне больше нравятся друзья вообще. Друзья. Да, вот такое, друзья, да? Друзья мои. И мои тоже. Да. Вот. Не, просто я говорю, что интересно, что с многими из них мы никогда не виделись. Не знали раньше друг друга, а сейчас стали достаточно, ну, как сказать, даже друзьями, да, так сказать. Вот. Даже на некоторых из них ты похожа. А, ну да, на Сашу, например. Саша из Бельгии, да, там, дети ее-то. Хорошо, ладно. Неделя. 25 подписчиков. Всех приветствуем. И у нас всего 2701 из подписчиков. Итак, у нас сегодня две девочки. И с нами будут стрелять салютики. Маленькие. Сюда. Давайте. Проходите, аккуратненько. Одну звать у нас, как тебя зовут? Динелла. Динеллочка ее зовут, а тебя? Ангелина. Ангелиночка. Хорошо. Итак, подождите. Наверх. Приветствую всех подписчиков, всех друзей наших. Спасибо. Спасибо. Так, ладненько. Давайте мы переходим ко второй части. И у нас вопросы, ответы. Ответы на вопросы. Вопрос, я не буду там по порядку, как получится уже. Ольга спрашивает, что дети просятся на слиповар. На слиповар это значит кому-то в гости пойти и остаться там ночевать. Друзья, к знакомым там из церкви она отпускает, а к незнакомым там, может быть, там из школы или что. Она спрашивает, а вы отпускаете своих детей ночевать к друзьям или в гости? Ну, ответить? Давай я начну, а ты, если что, дополнишь. В общем, отпускаем, отпускаем в гости, отпускаем. На слиповар не отпускаем. Смотря к кому. У нас пару раз в воде, да, Вика там или где ходила. Когда мы уверены в той семье, куда идут дети наши, мы пару раз отпускали, да? Ну, это не назывался слиповар, просто они там имели общение, Они общались там подружки. Ну, слиповар имеется в виду, что ты на ночь остаешься. Ну да, на ночь, то есть ночуют там. Вот. То есть, если мы хорошо знаем семью и знаем этих людей, и знаем, что в их семье только доброе будет какой-то, это самое, то отпечаток на наших детей, мы, не проблема, но не так часто, но бывает, да? Ну, наверное, пару раз только было. Несколько раз, то есть, как бы часто мы, да. А если мы не знаем людей или это самое, мы не отпускаем, потому что здесь слишком много бывает это самое. У них молодежь встречается, подростки, да, у них же там пух, сразу идей столько, они друг перед другом там начинают придумывать всякое. Бывает, что слиповар эти потом оборачиваются какими-то глупостями такими, и что потом всю жизнь жалеешь, что отпустил. Ну, а исключения, как бы, бывают. Всё. Да, ну, ещё, мне кажется, важно знать родителей этой семьи, их вообще семью. И когда мы отпускали, мы были уверены, что папа с мамой будут дома, и дети будут под присмотром, не сами по себе там. Так, наверное. Анжела спрашивает вопрос, как улучшить аппетит маленькому ребёнку после гриппа? О, надо кормить чесночком вначале, там, колбасочкой. Аппетит? Ну, да, я отвечаю. Ещё на меня смотрят. Маленькому ребёнку? Ну, как? А как вы? Я просто хочу сказать, что я не врач, и я как мама, может быть, там могу что-нибудь сказать, но это не для всех подходит. Я просто помню, что нам говорили, здесь американские врачи говорят, что если ребёнок переболел гриппом, особенно, там, кишечным гриппом, может быть, там, с тошнотой, со всей этой плохими всякими последствиями, они говорили, давайте ему пить, пить, пить то, что он хочет. Там сок, или даже, там, спрайт, или ещё что-то, но главное, чтобы в него попадала какая-то жидкость. А насчёт еды уже, наверное, то, что он захочет, потихонечку, там, давать, не перекармливать. Хороший совет. Я здесь, как говорится, человек со стороны наблюдающий. А вот тебе Валентина написала, что помнит тебя о дядю Лёшу со времён воскресной школы. Да-да, Александру, приветствие, и Валентине. Я Александра лично, наверное, не знаю, Сашу. Вот, это её муж. А Валентину, помню, да, маленькая такая девчушка. Ну, как маленькая, она в то время лет 10, 12, может быть, было, я не помню. 14, может быть. Как раз я ещё в Эстонии жил. Спасибо большое за комментарии, Валентина. Очень-очень приятно всегда, особенно, когда знакомые люди нам пишут. Анжела ещё спрашивает, вы на ночь молитесь с детками, или они молятся каждое отдельно? Ну, о молитве мы говорили в прошлый раз, такой, об общей молитве. У нас общая молитва, как бы, семейная, и я говорю, что это не просто молитва, но такое, как девошн, общение, поём. Вот сегодня с удовольствием пели, пели, пели. Детки песни заказывали. Вот. А вообще, после этого у них могут быть ещё, когда они уже в комнатку свою идут и так далее, что могут ещё сами помолиться. Но мы их, как бы, не побуждаем к этому сильно, но в то же самое время говорим, что очень важно, когда человек именно самостоятельно, да, вот так вот как-то понимает, Бога благодарит и так далее. Что-то происходит не просто так, семья вместе раз, а сам живёт посторонней жизнью. А когда у него зарождается такое личное, вот, к Богу тяга и доброта, и благодарность, и всё остальное. Поэтому вначале мы все вместе молимся. А вначале все вместе, да, вначале все вместе. Ольга задала мне такой вопрос. Как вам удаётся держать себя в форме? Занимаетесь спортом или что делаете? Ну, да, я что делаю? Чтобы держать себя в форме, надо вначале купить форму. Желательно спортивную. Тогда сразу появляется желание быть в форме. А это тебе вопрос? Ага. Тебя прошу. А чё мне такие вопросы не задают? Наверное, я не в форме, значит. Ну, отвечай. Ну, спасибо большое за добрые слова, но не в форме, в такой, какой бы хотелось быть. Я только начала заниматься, и вот вывихнула себе это ведро или что-то. Не переусердствовала, переусердствовала. Так что не такая я уж спортивная. Не, ну ты хорошо вообще выглядишь. Хорошо, особенно с такой семьёй. Хочу засвидетельствовать вам, друзья. Спасибо. Не, ну правда. Девять детишек, и в принципе, тебе не 15 лет, а всё-таки 16. Ну, я имею в виду, что да, молодец, молодец. Бедро заживёт, просто надо правильное упражнение. Важно найти пару упражнений тех, которые действительно помогают. Потому что можно заниматься по два часа в день, там столько упражнений всяких, и вспотеть, и устать, и через пару дней забросить всё и так далее от усталости. Важно найти пять, максимум, с десяток каких-то упражнений, которые действительно подтягивают человека, делают это самое, ну особенно женщины. И там даже бывает, не надо очень сильно заниматься физически, а просто пару упражнений знать и регулярно, регулярно делать. Да, ну упражнение первое, наверное, это еда. Ну это понятно. Да, потому что, например, я смотрю, там в школу везут детей, у нас там знакомые бегают каждое утро. Я знаю, что я не могу бегать, потому что я сразу буду, мне тяжело дышать, у меня там сердце колет, ещё коленки. А кому-то бегать, они с удовольствием бегают. Так что я думаю, кто что нашёл для себя. Также вот по этой теме, там Наталья спрашивает вопрос, что у многих молодых людей проблемы со спинами. Сейчас очень хвалят кровати Нуга Бест. Стоит ли в них вкладывать деньги? Что у неё тоже болит спина, ну как у многих мам, у меня тоже болит спина, но мы про такое Нуга Бест у нас такого нету, ещё не слышали. Ну-ка Бест. Нуга. Нуга. Да, это с такими камешками сделано, они делают кровати или коврики, типа того, что у нас был магнитный матрас. Вот что-то такое. Мы не знакомы. Я на такой кровати не сплю, не спал. Если бы спал, рассказал бы. Ты не спала? Да, но я слышала, что для спины даже наши хиропракторы или там знакомые, у которых со спинами даже грыжи были. Они говорят, что нужно, вот как Лёша сказал, найти упражнение специальное, хорошее, которое укрепляет спину. И, наверное, поможет. Ой, спина, да, это такая разно... Это самая очень огромная тема, потому что там и причины, и разные бывают болезни в спине, поэтому, да. Но мы не слышали об этой кровати, чтобы нам слишком много там время не тратить, не слышали. Если когда-нибудь купим себе, расскажем вам. Сколько стоит дороги? Ну, я думаю, да. Тогда не купим, пока. Потом. Что там ещё? Всё, закончились вопросы. Всё, вот видишь, как быстро и вопросы закончились. Хорошо, друзья. У нас к вам вопрос такой, потому что в прошлый раз мы сделали концовочку такую, да, и поставили пару фотографий. мы на протяжении последней недели какие-то основные события там что-то сказали и так далее. Я не услышал никакого отзыва в этом направлении, да. То есть мы не знаем, что интересно вам это было или неинтересно, поэтому мы пока решили не усложнять ничего, вот, да. Что если вам будет это интересно, что-то больше узнавать или там фотографии какие-то видите и так далее, то мы будем это делать. Потому что всё это занимает определённое время. Ещё раз спасибо всем подписчикам и спасибо всем вам, друзья, что так мы вместе потихонечку-потихонечку движемся вперёд. Я думаю, сейчас у нас пойдёт очень большое движение вперёд по причине английского языка, потому что он на этой неделе должен уже начинать свою жизнь. Вот. Про синтезатор я молчу, потому что мне стыдно что-то говорить вообще, потому что я должник-должник. Вот. Будем что-то делать. Ладно, ещё раз спасибо вам большое, да? Ты ничего не будешь, не хочешь сказать? Нет, всё, спасибо большое за все добрые слова, огромные, за всё, что пишите. За комментарии, за лайки, за всё, за всё. И так, как обычно, у нас... Всё. Всё, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...